В этом смысле церковь должна сама своих героев нам представлять. Я всегда с радостью приветствую, когда в нашей студии появляются новые люди, представляющие церковь нашу. И с огромным интересом и уважением всегда с ними разговариваю. У нас голосование можно уже завершить, потому что там хороший получился у нас разлет голосов. Церковь, 66% наших слушателей, которые участвуют сейчас в голосовании, считают, что церковь не должна участвовать в решении проблем современного общества. И, соответственно, 34% считают, что... Пожалуйста, 66% сегрегации. Да нет, это вопрос... За сегрегацию. Давайте, да, это вопрос, конечно, другой. Есть, конечно, много вещей, которые ожидания не совпадают. Мы о многом сегодня не успели поговорить, времени мало, потому что мы не поговорили о том, что такое церковь советского периода, что такое советская эпоха для современной церкви, что такое коммунизм. Почему церковь, на мой взгляд, ключевой вопрос, казалось бы, и разъем юмористических, но ключевой вопрос, почему церковь не настояла, до сих пор не пробивает эту тему захоронения Ленина. Вот кому, как не церковь сегодня, добиться этого? Мне кажется, что если бы... Ну, после Олимпиады, обещали. Ну, нет, не обещали, но просто до Олимпиады ничего делать, это точно не будет. Самый актуальный вопрос, ну, на самом деле актуальный вопрос, это вообще история церкви, о которой хотелось бы как-то вдумчиво и серьезно поговорить. Сколько, кстати, у героев истории церкви, о которых мы не знаем. Ну, вот я буквально у себя блоги на днях, а довольно-таки героев показал. Игнатий Лапкин из Барнаула, совершенно удивительный человек. В общем, с удивительной свободой, вот, с которым я во многом не согласен, но я завидую его такой удивительной целостности. И многие люди тоже поначалу возмущенные комментарии, первые десятки шли, а потом его послушать, час послушать его беседу, и вдруг... А вы напомните в двух словах о нем, чтобы ослушать Липару Леонидовичу? Вы знаете, это такой вот типаж, вот типа Паяра Неморозного, который упоминали в начале нашего разговора в рекламе, в рекламе журнала «Дилетант». Вот, такой вот книжный начетчик из 17-го века. Вот такой доморощенный мужик, который сам вот на книжке читает, там, Библию, там, чей тени и так далее. И крайне серьезно относится к тому, что он прочитал. Он не ролевик. Он не играет, не акционирует, да. А вот он совершенно серьезно это воспринимает. Пропускает часы, потрясающая там память, такое математическое мышление. Столько раз об этом сказал, столько об этом. Так надо делать. Такой, знаете, букваризм и упертыйся асфальту кладчика при этом. Продолжение следует...